В эфире Лидского телевидения информационная программа события. Этот пятничный выпуск проведу я, Марина Григорьева. Здравствуйте! Начинаем с анонса основных тем материалов моих коллег. Первое в регионе награждение в новом году. Личанке Виктории Теста вручен орден матери. Они заслужили это своим трудом. Трое школьников личной удостоенной премии Гродненского областного отделения Общественного объединения Белорусский фонд мира. До свидания, Новый год! В Лиде убрали елки. До следующей зимы. А сейчас обо всем по порядку. Праздник, хотя и в кругу семьи, но не дома, а в райисполкоме. Сегодня в Лиде орден матери был вручен Виктории Теста. В нашем регионе она стала первой многодетной мамой, которая получила высшую награду за материнство в 2020 году. Сегодняшняя раница для семьи Теста была не такой, как зауседы. Батьки и дети отправились они по звычайных маршрутах, а накировались в Лидский райвый конкам, где их мама должна была отримать орден матери. На урочистое мероприемство пришли в полном складе. Виновница урочистости – голова семьи и их пятеро детей. Четыре сына и дочка. Было бачно, что хвалялись все, но наибольшь почути переполняли вядома маму. Ее сердце стало биться в разы частей, когда слово взял старшиня Лидского райвый конкам Сергей Ложачник. Мне очень приятно, что мне радует вручить вам такую высокую награду. Поздравить вас эти. Уручать орден многодетной маме в нашем регионе доручено его керавнику. Этот момент, отзначила Виктория Теста, будет в лику самых важных и хвалюющих у ее жизни. Приятно, что выбрали. Мы очень довольны, очень рады. Спасибо государству. Спасибо, конечно, за награду. И Виктория, и ее муж у своих батьков одны. А лишь это не перешкодило иметь великую семью. Пожанились в 2002-м. В наступном году народился Владислав. В лютом ему исполнится 17 годов. И он зараз учится в Лицком колледже. Меньше, чем 35 годов, радость батькам подарила дочка Карина. За этим на свет з'явился Артем, а за им Микита. Им зараз 6,3. А вот самому маленькому Вадиму у сего год и 3 месяцы. Мы детей очень любим. Дружно все живем. Дети друг другу помогают. Старшие помогают маме, папе. Виктория отзначает, что во всем и за все доее есть потребливая муж. Валерия же переконана, что сделал правильный выбор. Его Виктория – лепшая женка и лепшая мать. Моя жена самая лучшая. Добрая, хорошая, отзывчивая к людям. Красивая. А как мама? Как мама она очень добрая. И друг, и товарищ. И все для детей. Дети Виктории тесто готовы засыпать ее эпитетами. И в аурочистый день были побачь, как подтримать. Моя мама самая лучшая, самая добрая. Она заслуживает орден матери. Побачу день уручения ордена матери с Викторией была ее керавник. До декретного отпочинку женщина працавала продавцом. И коллеги мужа с предприемства «Лепласт-СПБ». Очень приятно, что в нашем коллективе появилась такая, можно сказать, награжденная, достойная мама. Она работает у нас с 2010 года. Она является уже, можно сказать, старожилом. Как работник она себя проявила за все это время, сколько работала. Как добросовестный работник. Ответственная очень. Такая доброжелательная. И с покупателями. Она работает у меня продавцом в магазине. Как человек, она тоже очень добрая. Умеет и подойти к любому человеку. И целеустремленная, и душевная такая. Семья есть. Есть дома, яким постоянно гучать голосы пятерых детей. Усе мары молодости у Виктории тесто сбылись. А вот сегодняшние у большинства связаны только с сынами и дочкой. Чтоб дети были здоровые. Чтоб чего-то добили жизни. Они поступили. Хорошими людьми выросли. После узнагороджения семья тесто отправилась до дому, где, собравшись за святочным столом, за кубочком кавы, батьки и дети вспоминали яркие моменты из минулого и будовали планы. О рынке труда шла речь во время единого дня информирования, который проводился в Гродненской области на этой неделе. Если учесть, что рост цен, доходы и занятость населения входят в тройку актуальных вопросов, волнующих граждан, то тема эта была важной. Тем более, что с 28 января вступят в силу изменения в Трудовой кодекс Беларуси. Также в трудовых коллективах Литского района шла речь о комплексном плане ускоренного развития жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году. Перед коммунальщиками поставлен ряд задач, которые необходимо решить. Первое, конечно же, ввод жилья после капитального ремонта. Согласно седьмой директиву, это 3%, а порядка 60 тысяч квадратов. Но так как мы в этом плане ускоренного развития, задача стоит на 83 тысячи ввода жилья после капитального ремонта. Работа, в общем-то, скажем, немалая, большая, поэтому будем работать, чтобы выполнить доведенные нам показатели. Также одна из основных задач – это замена сетей теплоснабжения. Доведено, согласно седьмой директиву, 3%, но, опять же, из-за этого ускоренного развития мы меняем в объемы в два раза больше – это порядка 15,6 километров. В 2019 году мы ввели, получается, 39 объектов. Это протяженностью 15 километров 600 метров. Точно такая же протяженность нам доведена на 2020 год. Одна из задач также – это оснащение наших потребителей и приборами дистанционного съема. Это система автоматизации и диспетчеризации. В 2019 году тоже – это порядка 89 домов. На 2020 год у нас стоит тоже немалый объем, там до 80 жилых домов. Менять будем мы, значит, и сети водоподведения и водоотведения. Это тоже общая протяженность порядка 4 километров по каждому из них направлению. Работа тоже немалая. Так и в этом году будем стараться выполнить поставленные нам задачи. Немалое значение. На 2020 год будет уделено и благоустройству городских территорий. Планируем, вот мы по указанию председателя Ленинского райисполкома, Ложечника Сергея Васильевича, благоустроить тротуарные дорожки по улице Машерова, по всей протяженностью Дальной улицы, так же по улице Ребеновского. Будем планировать попасть в финансирование по строительству нового кладбища на Круповском сельском совете Зосино. В 2018-2019 году мы ввели первый пусковой комплекс, по этому объекту там вышла сумма более 400 тысяч битровских рублей. Но надеемся, что в 2020 году тоже будет изыскан источник финансирования хотя бы для начала работ по второму пусковому комплексу. В планах у нас благоустроить дворовые территории в городе Березовка. Так же есть в планах у нас, ну, хотелось бы хотя бы там пару дворовых территорий захватить в городе Лида. Касаемо, значит, привлечения инвестиций, ЛИСК ГУБЖКХ реализовывает программу Европейского банка реконструкции и развития по реконструкции наших очистных сооружений. В эту программу, значит, входят три основные позиции. Это, значит, реконструкция напорного коллектора города Лида, реконструкция трех, значит, наших конвенционно-насосных станций, ну и основная задача, это, конечно, реконструкция наших очистных сооружений. На данное мероприятие, значит, Европейский банк реконструкции и развития выделяет нам кредит в размере 6 миллионов евро. И, кроме того, кроме этих 6 миллионов евро нам выделяют грантовые безвозвратные деньги 3 миллиона евро. Ну, реализация, значит, этой программы планируем закончить в 2022 году. Также ЛИСК ГУБЖКХ участвует в программе по трансграничному сотрудничеству. Нам Евросоюз выделил порядка 68 тысяч евро на закупку спецавтотехники. Вот провели лот, приобрели мы уже каналопромывочную машину, также приобрели мы еще и телеинспекцию. Будем еще приобретать, значит, оборудование для инспекции протечек по нашим, получается, канализационным сетям, ну, для упрощения и для более, скажем, качественной работы нашего водоканала. О киберпреступности и росте таких преступлений тоже шла речь во время Единого дня информирования. Внимание обращалось на основные их виды. Завладение денежными средствами с карт-счета с использованием соцсетей и фишинга. Хищение с карт-счета с использованием вишинга по телефону и несанкционированный доступ к учетной записи в соцсети и электронной почте. Чтобы не стать жертвой киберпреступников, констатировали сотрудники милиции, необходимо проявлять бдительность. 18 января субботнюю прямую телефонную линию в Лиде проведет первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Ольга Наройчик. Задать вопросы и поднять волнующие темы жители нашего региона смогут с 9 до 12 часов по номеру 52-42-43. К другим темам. На этой неделе в среду в Лиде в результате дорожно-транспортных происшествий были травмированы 4 человека. В половине 9 утра на регулируемом пешеходном переходе на улице Советской был совершен наезд на пешехода. Его зафиксировала камера видеонаблюдения. 51-летняя женщина пыталась пересечь проезжую часть в тот момент, когда для пешеходов загорелся запрещающий сигнал светофора. Водитель «Опеля» не смог избежать наезда. Потерпевшая доставлена в больницу. И уже днем в среду на западной объездной в районе поворота на Агродом произошла авария с участием трех автомобилей. Травмы получили три человека. Житель города Лида 1961 года рождения, управляя автомобилем «Ауди», неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «МАЗ» с прицепом под управлением жителей Вороновского района. В результате чего допустил столкновение. В результате столкновения автомобиль отбросил на полустречного движения, где произошло еще одно столкновение, с двигавшимся на встречном направлении автомобилем «Ниссан». Также в результате столкновения ехавшее в качестве пассажиров автомобиля «Ауди» мужчина 36-го года рождения, который находился спереди, справа, был пристегнут к временам безопасности. А также женщина 1962 года рождения, которая находилась на заднем пассажирском сидении, справа, получили телесное приждение, с которым были доставлены в больницу. После оказания помощи были отпущены домой. В Гродно сегодня вручили премию областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира». Ее получил 51 талантливый школьник и студент Гродненщины. В их числе и трое наших земляков. С ними познакомилась Ольга Главницкая. Премии Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» вручаются талантливой молодежи уже на протяжении 16 лет. Ее удостоены школьники, учащиеся и студенты, которые достигли успеха в учебе, спорте, творчестве, либо в делах на благо общества. За эти годы обладателями премии стали более 1600 человек. Сегодня список пополнился еще пятью-десятью одним именем. В их числе и представители личины. Лицеист Михаил Бойко, учащийся 14-й школы Игорь Незовцов и учащаяся Йотковской школы Ксения Сидорович. Стало уже доброй традицией с 2007 года вручать одаренным ребятам премию Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира». В этом году трое ребят из Лиды будут представлять наш город и регион. И я бы сегодня хотел сказать, что это наиболее активные ребята, те, которые занимают активную жизненную позицию, хорошо учатся, ведут большую общественную работу, занимаются сегодня в различных секциях и кружках. И главное, что они получают за это награды и есть результат. То есть сегодня они получили вот эту премию за то, что есть результаты, участие в различных конкурсах и соревнованиях, которые проводились в масштабах республики, в масштабах области, в масштабах района. Премия представляет из себя три базовых величины. Значит, вручается нагрудный знак и почетная грамота Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира». Михаил Бойко удостоен премии областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» за активное участие в общественной жизни не только лицея, но и города. Команда КВН, в которой он капитан, в этом учебном году стала финалистом областного конкурса. Сегодня Михаил учится в 11 классе и готовится к поступлению в ВУЗ. Новость, что он стал обладателем премии, стала для него приятной неожиданностью. Хотя в том, что он ее заслужил, юноша не сомневается. Я был приятно удивлен получить такую высокую награду. Я считаю, что я ее заслужил, так как я являюсь председателем молодежного парламента, президентом ученического самоуправления у нас в лице. Также я играю в народном коллективе, в драматическом театре «Ракурс» у нас в Дворце культуры. Провожу многие мероприятия, как районные, так и областные. Также я выдвигался на пост депутата областного совета, но, к сожалению, не получилось. Я считаю, что я заслужил, потому что я действительно очень много тружусь и упорно, я стараюсь учиться хорошо. 11-ти классник 14-й лицкой школы Игорь Незавцов премию областного отделения общественного объединения Белорусский фонд мира получил за достижения в учебе. Он отличник, неоднократный победитель и призер районных и областных предметных олимпиад. Вот и на этой неделе он участвовал в областной олимпиаде по обществоведению и завоевал диплом третьей степени. Кроме того, Игорь проявил себя в открытой районной конференции исследовательских работ «Ступени к науке». Впечатления от полученной премии, я считаю, весьма положительными. И эта премия является заслуженной, так как я старался участвовать во множественных научных работах, олимпиадах. И огромное спасибо хочется дать моим учителям, которые дали мне такую возможность поучаствовать. Одарили меня столькими знаниями и, конечно, я рад этому. Запомнит этот день и 11-классница Йотковской школы Ксения Сидорович. Она депутат молодежного парламента 4-го созыва при Гродненском областном союзе депутатов. Дипломант районных, областных и республиканских исследовательских конкурсов и конференций. Экскурсовод школьного музея. Ксения ведет активную общественную жизнь. Ее можно увидеть на всех школьных мероприятиях. Все это и стало основанием для вручения ей премии областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира». Это очень неожиданно и очень волнительно, потому что эту премию получают только самые лучшие, самые активные учащиеся. Мне правда очень приятно. Я благодарна нашим педагогам, потому что это не только моя заслуга, а также их заслуга за то, что они меня готовили, за то, что они меня поддерживали и всячески направляли. Для каждого, кто сегодня получил премию областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» – это событие. Стимул для дальнейшей работы и самоусовершенствования. Поэтому не стоит сомневаться, что о Михаиле Бойко, Игоре Незовцове и Ксении Сидорович мы услышим еще не раз. Пришло время попрощаться с новогодними лесными красавицами. К праздникам в Лиде были установлены пять елок. Они создавали настроение до середины января. Сейчас пришло время им покинуть город. Демонтаж новогодних елок начался сразу после старого нового года. Его, как и их установку, проводило дорожно-эксплуатационное производство Лидского ЖКХ. Сегодня работы были завершены. Мы уже произвели демонтаж ели в наших микрорайонах города. Это ЖБИ, Гастелло, Южный. Эти елки мы демонтировали и завезли на предприятия топительных котелин, которые будут измельчены в щепу и используются будут как сырье для топки котелин. В нашей главной елке тоже уже демонтированы зеленые елочки, которые тоже будут направлены туда же на коммунальные котельни. На предприятии отопительных котельных и тепловых сетей жилищно-коммунального хозяйства отправились и елки, которые были установлены в домах литчан. Их сбор во дворах был организован тоже дорожно-эксплуатационным производством Лидского ЖКХ. Новый год и Рождество позади, однако праздники продолжаются. Православный мир готовится к крещению. 19 января в Лиде состоится крестный ход от Свято-Михайловского кафедрального собора до Лидского озера. Он начнется в 16 часов. После освещения воды в озере все желающие смогут окунуться. Комфорт и стандарт жизни комфорт-класса. В доме Стамбул в жилом комплексе «Минск.Мир» начались продажи квартир. Современное 25-этажное здание построят в непосредственной близости к зданию бывшего аэропорта «Минск-1» и, следовательно, к центру города. Преимущества Стамбула покупатели оценили уже в первый день. Кто покупает, а какие квартиры, а еще почему это выгодно в нашем репортаже. Квартиры в Стамбуле выбирают с первого дня, как появились в продаже. Это и более широкий выбор, и выгода. Так дешевле. Юлия Блаженова покупает квартиру сыну Артему. Ждали возможности построить современную евро-двушку в 48 квадратов. Именно в этом доме на восьмом этаже. Артем и учится, и работает. Уже распланировал ремонт в своей квартире. Спальная будет сторона вместе с лоджией. Там лоджия огромная, грубо говоря, 4 наноквадрата. Она будет соединена вместе с комнатой. То есть утепленная лоджия будет, не будет никакого окна и перегородки там. Будет гостиная соединена с кухней, разделена барной стойкой. Все это будет в скандинавском стиле, в светлом. Рассрочка на 10 лет без процентов от застройщика – приложение, которое действует до конца января. Оказалось самым удобным для Артема и Юлия предложением. Есть и другие преимущества. Это возможность жить в развивающемся центре столицы комплексе «Минск.Мир» и, конечно, современные стандарты реализации жилых комплексов. Мне понравилось, соответственно, понравилось и нам. Зелено-парковая зона вокруг дома. То есть одиноко стоящий дом. Рядом остановка автобусная, соединяющая с центром города. Пешие доступности метро. Рядом парковочка и зеленая зона. Как говорится, нет этой суеты. Начать ремонт в своей новой квартире Артем рассчитывает уже в этом году. Подробнее про дом Стамбул. В здании 25 этажей и 216 квартир свободной планировки, площадью от 43 до 72 квадратных метров. Вход в дом с двух сторон. С внутренней стороны тихий зеленый двор. Цокольный этаж и входная группа будут отделаны керамогранитом. Это и красивое, и долговечное решение. По фактуре и свойствам наиболее близкое к отделке натуральным камнем. На первом этаже дома Стамбул будут размещены коммерческие помещения. Вестибюль дома – просторное и светлое дизайнерское лобби с панорамным остеклением. Украшенное видами Стамбула. Конечно же, здесь будет предусмотрена стойка и зона встречи курьера. Санитарная комната с пеленальным столиком. А также помещение для хранения детских колясок и велосипедов. Три скоростных лифта компании «Отис», два из которых повышенной грузоподъемности. Квартал «Южная Европа» будет зеленым. Во дворе каждого дома детские площадки и площадки для отдыха. Внутри квартала построят детский сад на 230 мест. А еще магазины, кафе, аптеки. Комплекс «Минск.Мир» – первый и единственный в стране, который строится по принципу «город в городе». Здесь возведут крупный торгово-развлекательный центр «Марамол» с магазином «Фудкортом». Деловым сердцем комплекса будет Международный финансовый центр «Минск.Мир» Вариантов для выгодного приобретения недвижимости в жилом комплексе «Минск.Мир» множество. Беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Для покупки необходим лишь первый взнос в размере 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита. На таких условиях рассрочка по просьбам покупателей продлена только до конца января. «Покупка квартиру сына у нас давно была запланирована. Либо снимать квартиру сына, нам, тоже евро-двушку для семьи его будущей, либо покупать свою квартиру, то есть оплачивать свою квартиру, ну чуть-чуть может быть больше, чем платя людям чужим. Только за то, чтобы платить за свое. Не 10 лет это, не 20 лет кредита, все-таки если пересчитать. Все сегодня люди грамотные, считать умеют. Даже в кредитном, если это намного переплаты больше, чем в рассрочке». Скидки предусмотрены для тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов. И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров. Это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит менее 5% или по другой программе 7% годовых на первые два года. Напомним, стоит поторопиться. Офис продаж работает без выходных, и квартиры в доме Стамбула распродаются очень быстро. К тому же, только две недели осталось до конца января, чтобы купить квартиру в рассрочку на 10 лет на прежних условиях и не переплачивать банкам за пользование кредитом. А значит, сэкономить большие деньги. Выбор квартир в новом жилом комплексе «Минск.Мир» в столице, которая строится по принципу «город в городе», растет. Уже в этот понедельник, 20 января, начнутся продажи в новом доме «Александрия». На старте продаж – самое выгодное предложение. И напомним, что до конца января действует уникальное предложение застройщика – беспроцентная рассрочка на срок до 10 лет. Самый выгодный финансовый инструмент на рынке недвижимости, ориентированный на покупателя. Престижное жилье в Минске может позволить себе любая семья со стабильным доходом. Обо всем подробнее в репортаже. С дома «Александрия» в комплексе начинается новый квартал. Он называется «Африка». Уже известно, каким будет дом, а у всех зданий застройщика своя индивидуальность. Дом «Александрия» получит оригинальное цветовое решение фасада в теплых песочно-коричневых тонах, а окна фасада – бронзовую тонировку. С восточной и западной сторон здания будут венчать декоративные элементы в виде лучей маяка. Это символ одного из семи чудес света Александрийского маяка. Два выхода на улицу к парковкам и в тихий зеленый двор. Красивые и просторные лобби получат эксклюзивный дизайн, в том числе гранитные полы и порталы лифтов, а также дизайнерское оформление стен. Здесь же стойка рецепции для консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком. Входную группу отделают керамогранитом, установят пандусы. 24 этажа и 281 квартира. Площади самые разные – от 30 до 74 квадратных метров. Все квартиры – свободные планировки. В квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности. Любой этаж – это не проблема. Дом получит три скоростных бесшумных лифта «Отис». В зеленом обустроенном дворе жителям понравятся детские спортивные площадки, а также зоны спокойного отдыха. Квартал «Африка» уже восьмой в комплексе. Минск в версию уговосточной стороны к нему будет примыкать новый городской парк площадью 10 гектаров. В самом квартале построят детский сад с бассейном. В соседних – две современные школы. Внутри квартал будет свободен от машин парковки по периметру, рядом многоуровневый паркинг, который уже введен в строй. В квартале появятся объекты культурно-бытового назначения, также магазины и кафе. Зеленая дворовая территория получит востребованные жителями спортивные и детские площадки. Напомним, что «Минск.Мир» получил награду «Европа-проперти» как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. Это первый такой инновационный застройщик, который очень много привнес. Свободные планировки, что людям дает именно свое видение, своего жилья. Хорошие лифты, лобби. Понимаете, то есть вот все, что складывается из того, что мы понимаем под комфортным жильем. Рядом сразу две станции новой линии метро, остановки наземного транспорта. Местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр «Марамол» с магазинами и фудкортом. Международный финансовый центр «Минск.Мир», который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию нескольких тысяч рабочих мест. На старте продаж с понедельника 20 января самые выгодные ценовые предложения. Более того, комплекс «Минск.Мир» – единственный, где действует уникальная десятилетняя рассрочка от застройщика. Но это предложение действительно только до конца января. С первым взносом это 30% от стоимости может помочь банк-партнер до 40 тысяч рублей финансирования. Оформляется сделка прямо в офисе продаж. Остальная сумма равными частями и ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Существенные скидки тем, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банка. Они предлагают до 90% стоимости на срок до 20 лет. Вставки в первый год по одной программе менее 5% годовых, по второй менее 7% на первые два года. Напомним, что только две недели осталось до окончания предложения по десятилетней рассрочке. Это и немного, но и вполне достаточно, чтобы укупить квартиру. И заселиться в дом Александрия в комплексе «Минск. Мир» в столице уже в начале следующего года. А сейчас спортивная информация. У хоккейного клуба «Лида» продолжается череда поражений. В среду в очередном матче второго этапа чемпионата Беларуси в экстралиге он проиграл на выезденного полоскому «Химику». Шайба в ворота «Литчан» попала уже в первом периоде. Во втором счет стал 2-1 в пользу хозяев. Единственный результативный бросок «Рыцарям» удалось сделать только после того, как соперники превзошли его дважды. Третий период «Лида» и «Химика» оказался безголевым. В турнирной таблице наша команда сохраняет позицию аутсайдера. Сегодня у «Лиды» выездная игра с Могилевым. Эта вся информация на сегодня. Осталось только напомнить, что в субботу, 18 января, «Литское телевидение» проводит кастинг ведущих утренней программы. Начнется он в 12 часов. Мы ждем креативных и полных идей. В здании телерадиообъединения, расположенном по адресу улица Черняховского, 5. Проявляйте себя и покоряйте новые вершины. До свидания.